Так, ну шо, ребят, пока рынок у нас стоит на месте, я решил записать серию полезных видосов и идеи мне пришли совершенно спонтанно, поэтому пока рынок у нас болтается плюс-минус на одном месте, кто-то говорит, что мы там отскочим до 50, до 52, потом пойдем вниз и, соответственно, могут свозить еще на 30-ку. Я вполне допускаю этот вариант, но если это сделают, я докуплюсь еще более мощно, потому что пика хайпа не был, я уже объяснял в ролике про Альцезон, там где-то 2,5 тысячи просмотров, по-моему, ну один из последних, там Альцезон начался, пока ты ждешь там 14 тысяч по биткоину или 24 тысячи по биткоину, не помню. Вот, можете глянуть на канале, я объяснил причины роста и эту тематику я закрыл, я больше повторяться не собираюсь, вот, кто захочет, посмотрит. Как довольно опытный человек в криптомире, я постоянно замечаю, что люди испытывают множество проблем при попытках заработать на трейдинге, сливают депозит буквально за считанные дни и в итоге остаются ни с чем. Проект Lexol.com разработан специально для решения этой проблемы. Lexol.com это место, где собраны профессиональные трейдеры с многолетним опытом и криптоинвесторы, желающие получать стабильный высокий доход от инвестиций в крипте. Благодаря этому миксу любой инвестор проекта может быть уверен в завтрашнем дне на полном автомате, получая проценты от оборота его средств в системе Lexol. Проект Lexol.com это гарант постоянной высокой прибыли в крипте, куда я сам вложился и сделал 2x за 2 недели. Рекомендую подробно ознакомиться с проектом по ссылке в описании под роликом. Вот, по поводу сегодняшнего видоса, то есть это убивает твои инвестиции и соответственно всего одна ключевая вещь, которая не дает тебе заработать миллион тех же там долларов, рублей и гривен на криптовалюте и вообще в жизни в целом. Вот, самая главная вещь это отсутствие терпения, я думаю, ну для многих это очевидно, но как бы многие этого не понимают. То есть отсутствие терпения в каком плане? То есть они не готовы ждать, они не хотят ждать, они ждут, что не зайдут сегодня большинство людей 95% как минимум, а то и 99% они ждут, что не зайдут на рынок и будут просто сидеть нихера не делать и бабки им будут капать. Но такого не будет. То есть первая причина это отсутствие терпения. Соответственно, ну давайте, чтобы вам не было скучно, я включу минутный график биткоина и соответственно заодно какая-то динамика будет на графике. Вот, и будем наблюдать, ну давайте, наверное, на бинансе, в общем тут более поактивнее будет. Вот, соответственно, что я хотел сказать по этому поводу. Ну, по поводу отсутствия терпения, я думаю, понятно, то есть многие люди заходят, ну, хотят зайти в крипту сегодня, а забрать профит еще вчера, но такого нет. Вот. Поэтому, ребят, если вы не готовы ждать как минимум, как минимум пару месяцев, в идеале полгода, то нехер вам делать на рынке крипты и в инвестициях в целом. Потому что инвестиции это в основном ориентация на средний срок и на долгосрок. То есть если вы не ориентированы на данные отметки, если вы пришли сюда заработать за день, за два, за неделю, за месяц, да даже за несколько месяцев, вам тут делать нехер абсолютно. То есть если вы надеетесь быстро срубить бабла или там пойти на фьючерсы или на маржиналку, там либо еще в трейдинг податься и так далее, то, соответственно, вы с большей долей вероятности потеряете. Почему? Первое, потому что большинство людей не разбирается в этом и не хочет разбираться, изучать этот вопрос постоянно. Второе, нужна полная самоотдача этому процессу. И третье, даже если вы будете эти два пункта соблюдать, то есть изучите вопрос досконально и будете с полной самоотдачей посвящать все свободное время только этому, то есть долбить в одну точку, процент у вас заработает на этом 1-2% максимум. Вот. Если вы готовы, можете попробовать войти в топку профессионалов и зарабатывать на этом профессионально. Если же нет, большинство, естественно, сдадутся и по большому счету сейчас рынок очень жесткий и манипулятивный и выгоднее намного. И как показывает статистика, на инвестициях намного больше можно заработать, особенно в долгосрочной перспективе, чем заниматься трейдингом. Об этом я тоже в своем курсе говорил, там отдельный видеоролик на 30 минут, я более подробно об этом рассказывал, поэтому кому интересно, пишите в личку. Второе, это отсутствие системного подхода, то есть давайте, ну я, наверное, здесь напишу уже, теперь сейчас я. Вот, соответственно, второй пункт, это отсутствие системного подхода, либо своей стратегии, то есть что это значит? То, что у вас нету своих четко поставленных целей на каждую из монет, которые вы закупаете в портфель, то есть на каждую монету вы ставите цели. По каким отметкам вы собираетесь закупать, понятное дело, не обязательно это все прям более подробно расписывать, хотя бы те, скажем так, диапазоны. Допустим, монета там упала, к примеру, минус там 50%, вы ее докупаете, упала она минус 70%, еще раз докупаете, упала минус 90%, там 95%, еще раз докупаете, чтобы не докупаться каждые там 5-10%. Вот, либо, допустим, если монета стоит в каком-то накоплении, да, в каком-то диапазоне даже, ну, к примеру, там от 1 доллара до 2, вы вот здесь ее набираете в этом накоплении. Вот, либо вот так можно, либо если она упадет еще там из этого канала, она выпадет, да, еще вниз там на 50%, вы докупитесь еще раз, и на какую сумму. Вот, вот это вы все себе должны расписать, и, соответственно, естественно, инвестиции это тоже работа. Если вы думаете, что вы просто вложите деньги и будете нихера не делать, то такого здесь нет. Вот, естественно, за всем этим надо следить, за всем этим надо наблюдать постоянно, изучать этот вопрос, какие изменения, какие изменения в фундаментале, какие с точки зрения особенностей технического анализа, куда идет рынок, какие там инвестиции приходят, какие уходят в те же ваши монеты, в которые вы проинвестировали, в тот же биткоин и так далее. Вот, это второе. Третье. Ну, третий пункт, это такой самый, я не знаю, ну, не то, что очевидный, неочевидный, но, скажем так, самый популярный, я бы сказал бы, из того, что мне пишут в личку, из того, что пишут в комментариях, и мне, и другим блогерам, и все же чаще я замечаю, то есть от людей и вообще по жизни, что желание получить все быстро и на халяву. Ребят, халявы нет, понимаете, что в жизни, что в крипте, что в инвестициях, тем более. Если вы пришли сюда, реально, за один день заработать, тут такого нету. Есть ли такие случаи? Есть. Первое, они единичные. Второе, если у человека нет финансовой грамотности, вы получаете большое бабло на халяву, ну, большое, ну, давайте возьмем от 10 тысяч долларов и выше, ну, хотя бы даже от 5 тысяч долларов и выше. Ну, для многих людей это уже большие бабки, хотя я скажу, что это, это хорошие деньги, но это не большие бабки. Большие бабки это хотя бы вот лям долларов и выше, вот это большие бабки. Вот, все, что до, ну, это так, скажем так, приближение к финансовой свободе относительно, которую все ищут, да, и вот это уже большие бабки. И когда вы, ну, когда вы к этому, к этим бабкам уже пойдете, то, соответственно, у вас совершенно другое мышление уже будет, и вы будете уметь распоряжаться деньгами, потому что, если же нет, вы просто эти бабки просрете и даже не дойдете до этого миллиона, а то и выше, вот, а то и десятка миллионов долларов. Вот, и, соответственно, в большинстве случаев я заметил, что те, кто отрицает свое желание халявы в 99,9% случаев, за исключением, там, может быть, 1,1% или 1,1% людей, жаждут ее, на самом деле, искренне верят в нее и думают, что они заработают на крипте. Ребят, параллельно с криптой у вас должны быть еще активные источники заработка, у вас нету такого, что вы вложили в крипту все бабло, и, типа, вот, я там работаю на работе, и я потом перейду на крипту, и буду я финансово независимым и жить на пассивный доход. Да нету такого. То есть, все время, что я сижу в крипте, то есть, я сижу уже практически год с того момента, как произошла коррекция, я не доставал оттуда деньги, я продолжаю докупать и инвестировать, потому что я понимаю, что это окупится в разы, вот, и нужно понимать еще, что докупать. Ну, а чтобы понимать, что докупать, можете присоединиться в закрытый клуб, ну, либо можете самостоятельно искать золотой реаль, вот, потому что на куче каналах там советуют одни и те же монеты, это Avalanche, Solana, Luna, Nier Protocol, Alga, что еще там, Shiba, Gala и все. Ну, то есть, вот это все монеты, которые они советуют, может быть, еще какие-то из популярных, которые в топе сейчас, все. Больше ничего не советуют. Остальное я не слышал ни разу, чтобы, ну, кроме, может быть, некоторых монет и некоторых блогеров, которые советуют единичные монеты, которые находятся на днище, да, остальные все советуют монеты на хаях, исходя из той логики, что вот, она же показала уже больше рост, там, 10, 20, 30, 50 иксов, поэтому надо в нее заходить. Но логика железная, заходить на хаях, конечно, и после того, как рост уже произошел, и называть это сильным активом. Актив-то сильный, и он может еще себя в долгосроке показать, но в краткосрочной, либо в среднесрочной перспективе таких иксов уже не будет, потому что те люди, которые набирали на низах, они-то заработали большие иксы. Ну, а где гарантия того, что вы их заработаете после таких больших иксов? Никакой, абсолютно. Из большей доли вероятности вы словите либо коррекцию, либо зайдете на хаях и словите коррекцию, либо, соответственно, будете потом очень долго ждать своих иксов, как вы надеетесь, я там зайду сейчас, я не знаю, в ту же Луну, да, либо в ту же Солану, зайду сейчас на хаях, после того, как я, допустим, ее закупал еще по 15 и 30 баксов в этом диапазоне, то люди надеются зайти вот здесь вот по 200 долларов, и типа Солану летит на 1000, потому что кто-то им там пообещал и так далее. Ребят, не будет такого. Вот, если монета уже дала значительный рост, просто можете открыть месячный график, и даже не имея знаний в техническом анализе, просто открываете и смотрите, сколько иксов она дала, и прикидываете, сможет ли она дать такие иксы в ближайшие пару месяцев, либо нет. Вот и все, это очень просто определяется. Поэтому с большей долей вероятности, если монета дала уже больше 10 иксов за этот год, ну, за год, когда вы инвестировали, то с большей долей вероятности она, скорее всего, эти иксы не повторит. Если это, ну, может быть исключение, как шиба, но шиба это чистый спекулятивный токен, как и доги. Вот, поэтому нужно это понимать. И, кстати, она до сих пор, ну, видите, закрепляется, пытается закрепиться выше 3000. И что я хотел сказать по поводу, соответственно, вот этих моментов, по поводу желания халявы и так далее. Я сейчас вам покажу, вот, соответственно, сейчас покажу и расскажу. Так, сейчас. Вот, и что я хотел сказать, что 99,99, наверное, 99.99% людей жаждут и молятся, те, кто отрицает свое желание халявы, да, и, наверное, молятся на нее каждый день. И по ним это видно, это читается, понимаете, по их разговорам, по их, там, переписке, либо по их комментариям, ну, по их вообще общению. То есть, это все даже виртуально можно определить. Не то, что в жизни, тем более. В жизни это читается, ну, просто на раз-два. По тем, то есть, если человек перекладывает ответственность, если он ноет, если он жалуется, если он, сука, постоянно жалуется, там, на власть, на то, что вот, там, киты не дают заработать и еще там что-то, вот это нытье оголимое, я вот это больше всего не люблю. Я не люблю нытиков и не люблю халявщиков. И большинство людей, особенно, которые добились большого результата, хотя, я считаю, я еще мало чего добился, я еще на дне, вот. Но я общался с более успешными людьми и замечал по их стратегии, даже и на ютубе видел, в реальной жизни общался и посредством переписки. То есть, они не любят халявщиков. Почему? Потому что, когда ты вкладываешь реально большой труд, когда ты запахиваешь, и эти люди реально запахивают, кто зарабатывает существенные суммы денег, ну, существенные, это в месяц больше 10 тысяч долларов. Это так, для понимания, вот. Ну, а кто-то, может быть, и большая сумма, но я не хочу называть, чтобы многие там не ужаснулись. Вот, поэтому, по поводу того, что там вы хотите по БРМ заработать, ребят, такого не будет. Вот, и, соответственно, это все очень читается, и вы таких людей, ну, скажем так, более, которые уже прокачаны в плане мышления, в плане мировоззрения, в духовном плане, в плане финансовой грамотности, в плане вообще успеха по жизни, вы их тупо отмораживаете. И большинство людей этого не понимают, почему с ними не хотят общаться там и так далее. Потому что не то, что ты не несешь ценности, а у тебя мышление приспособленца и халявщика. Потому что ты ждешь, что за тебя кто-то что-то сделает, что за тебя кто-то придумает идею, за тебя кто-то заработает денег, за тебя кто-то вложит, и за тебя кто-то возьмет такого бедного несчастного ответственного, что Иисус спустится с небес и даст тебе на халяву эти деньги, даст заработать на крипте, и ты будешь сидеть потом ни хера не делать всю свою жизнь. Ребят, халявы нет. Если вы надеетесь, что вы на крипте найдете эту халяву, ну, успешно вам разочароваться в этом, и как можно быстрее. Потому что чем быстрее вы это поймете, тем, соответственно, быстрее вы начнете зарабатывать. Если нет, то будете только терять и сидеть задница дальше. Вот. По поводу основного и бонус я хотел вам дать, бонусную вещь, которую не планировал, и я вообще обещал одну фишку, но дал, как видите, 3 пункта и, соответственно, бонус. По поводу бонуса, соответственно, что я хотел, какой дать бонус сейчас. Да, считаю, что дал с учетом бонуса 4 пункта, вот, поэтому пролайкайте и прокомментийте, если кому заходит такой формат, просили больше таких роликов, кого-то еще 2 сегодня выйдет. Вот, смотрите, последний пункт, это низкая стрессоустойчивость у большинства людей. То есть большинство людей такие слабые, ранимые, нежные, сука. Понимаете, вот я тоже был таким, я этого не отрицаю. То есть я тоже был таким нежным, безответственным, ранимым, вот тут обижался бывало на людей там и так далее. То есть сейчас у меня такого нет. Я могу, скажем так, поупоминать хейтеров у себя на канале, но это только ради того, чтобы поднять активность на канале, в комментариях и продвигать свои ролики. Вот и все. Все люди, еще одна такая вещь, все люди не делают что-то просто так. Ну, большинство. Я-то могу просто так что-то сделать или помочь какому-то человеку, но это единичный случай, это 1% людей, может быть, таких как я, вот, которые просто так могут помочь, подсказать и так далее. Или дать какой-то совет, если спросят. Я, опять же-таки, не даю непрошенные советы, потому что, ну, смысла в этом нету, и люди этого не любят. И я в том числе. Вот. Поэтому нужно понимать, что, вот, так я не договорил, люди не делают ничего просто так. Даже успешные люди там, которые круче вас, либо там даже не круче, никто не делает ничего просто так. Все помогают друг другу, либо из-за взаимной выгоды, либо из-за полезных связей, либо из-за полезных контактов. Вот и все. Поэтому развейте вот эти иллюзии и сопли, вот это я тоже понял. И по большому счету, я считаю, дружба есть среди мужиков, но это 1% случаев. Максимум может быть 2. Остальное все это взаимовыгодные отношения. Понимаете? И то, даже если вы дружите с человеком, у вас все равно взаимовыгода, даже в плане взаимопонимания и в плане получения эмоций друг от друга. Это тоже, понимаете, везде есть какая-то выгода. Пускай не материальное, не в плане связей, там, каких-то, либо чего-то такого, ну, какой-то взаимопомощи, либо там в плане работы, либо в плане бизнеса, либо в плане денег, то есть, да, а в плане даже каких-то получения эмоций, какого-то общения и так далее. Поэтому, ребят, не стройте себе иллюзии, что люди дружат с вами просто так, либо вы с людьми дружите просто так. Всегда есть взаимовыгодные отношения. Вот это я понял. В большинстве случаев, в 99% случаев, это взаимовыгодные отношения. И не надо строить иллюзии, что друг другу кто-то просто так будет помогать. Но нету такого. Всегда где-то на подсознании каждый человек понимает, что этот человек мне поможет, либо с этим человеком мне выгодно общаться, либо с этим человеком просто мне в плане общения интересен, но он меня понимает, и мы на одной волне, у нас одинаковые ценности, ценности совпадают и так далее. Вот. Поэтому, ребят, развейте эти иллюзии раз и навсегда. Поэтому, да, это жесткая правда, но я к этому пришел, во многом разочаровался в жизни, но как бы зато я стал реалистом, и теперь, живя без этих иллюзий, ты воспринимаешь жизнь такой, какая она есть на самом деле. В том числе мне помогли книги Амирана, но по большому счету я пришел к этому сам. То есть на своем опыте и общаясь с большим количеством людей, и просто, ну скажем так, задавая вопросы самому себе, занимаясь самой эфлексией, и переосознавая многие моменты. Вот. Поэтому, это самое малое из того, что я понял, но эти инсайты, я думаю, вам помогут. И что значит низкая стрессоустойчивость, бонусом, что я хотел дать? Что это значит? При малейших колебаниях рынка вы сразу бежите ныть, там, я не знаю, в оффлайне своим друзьям, либо в комментах блогерам на ютубе, либо еще где-то, либо в чатах. То есть вы постоянно ноете, вы продаете, либо покупаете тот или иной актив, сразу же бежите его там продавать, либо покупать, либо сразу же у вас меняется настроение, вы начинаете быть агрессивным. То есть я хладнокровен абсолютно. То есть вы видели, чтобы я как-то реагировал на падение, либо на рост. Да никак я не реагирую. Да, бывает в какой-то день у меня лучше настроение, в какой-то хуже, но у меня к рынку холодное отношение, у меня ноль эмоций, просто зеро. Понимаете? Я не отношусь к этому как к эмоциональным качелям, как большинство. То есть, а почему у меня холодный расчет? Потому что я не жду халявы. Я готов, во-первых, к любому исходу. Это первое. Второе. У меня есть подушка безопасности. Третье. Я понимаю, что рынок отрастет, и я заработаю свой профит, и я знаю свои цели. То есть, так как я инвестор, я к вот этим колебаниям отношусь спокойно. И Воррен Баффет говорил, что долгосрочное инвестирование и не поддаваться вот этим колебаниям, быть с холодной головой, быть стрессоустойчивым. Вот это самое главное на рынке. И ориентироваться на долгосрок, в первую очередь. Долгосрок, в моем понимании, это от полугода. Но в идеале от года и дольше. То есть, как вы видите, почти год мы держим монеты. Некоторые, тут же Тетта, Тфилл, там и остальные монеты, которые я советовал. Если вы не готовы, если вы ждали там, что за пару дней она выстрелит и даст текси, и вы на халявку заработаете, ребят, тут такого нету. Монета может выстрелить как через неделю, как через день, так и через год. То есть, такого тут нету, что вы пришли, вкинули, типа сидите, нихера не делайте и ждете маны небесной. Вот. Если вы этого ждали, то можете отписываться от канала всех криптовалютных и забить на тему инвестиций вообще в целом. На фондовом рынке заработок еще меньше. А на крипте заработать, я не знаю, там, приумножить свой портфель в 2-3 раза, это уже отличный результат, я считаю, особенно для новичка. Вот. И, соответственно, большинство людей, то есть, низкая стрессоустойчивость, что это еще такое? Они легко поддаются влиянию, там, новостей, каким-то вбросам, вот это, ой, запретили крипту, все, надо продавать, боже, в России запрещают криптовалюту, все, уже хана. Потом это миллион раз опровергли, и люди даже после этого, так как они якобы, ну, в кавычках, внимательно следят за этим всем процессом, они даже не видели, что тот же бывший президент Российской Федерации Медведев, и он там сейчас, я не помню, премьер-министр, то, соответственно, он опроверг это и сказал, что им невыгодно, в том числе, ну, как бы отрицать криптовалюту, они просто ее будут регулировать, но люди сразу же такие, ой, ой, все, криптовалюту зарегулируют, и так далее, ее в любом случае зарегулируют, если вы этого не догоняете, если у вас нету долгосрочного мышления, как шахмат, тогда там, на несколько шагов вперед, то, соответственно, ну, нахера вообще вдаваться в эту тему и лезть, зачем лезть, это другая весовая категория, это как в боксе, да, то есть, если какой бы ты там мастер не был, и как бы ты там технично не работал, все равно масса решает, по большому счету, то есть, ты можешь весить там, я не знаю, 60 килограмм, а против ЧА выйдет чувак 120 килограмм, или больше, то есть, разница в 2-3 раза, все, ты уже не вывезешь, он тебе даст один удар, ты ему дашь, я не знаю, 20 ударов, а он может тебе дать один удар, и ты свалишься, вот и все, и дело тут не в технике, и не в умении, и не в твоих там, решает масса, вот и все, потому что, он может даже быть неуклюжим, дать какой-то колхозный удар, попасть тебе в челюсть, и все, и ты свалишься, вот и все, сразу, не то, что в нокдаун, а в нокаут, поэтому нужно это понимать, могут ли такие быть случаи, что ты с мелкой весовой категории, завалишь того, кто больше тебя, может быть, но это уже чисто, скажем так, либо дело случая, либо плюс, соответственно, либо у тебя больше опыта, вот и все, но по большому счету, решает, ну скажем так, масса, и в частности, мышечная масса, ну даже если просто, даже там жировая масса у чувака, все равно он может тебя, ну легко раскидать, вот, поэтому, и соответственно, в этом плане тоже, в плане мышления, если вы не готовы ждать, если вы не хотите, если вы такие слабенькие, да, ранимые, понимаете, что вы нижные мальчики, которые только недавно оторвались от мамкиной сиськи, да, либо от родительского крыла, то лучше сюда не лезть, вот и все, поэтому, соответственно, еще один важный пункт, что я хотел, то есть, люди легко поддаются влиянию, манипуляциям со стороны крупного капитала, со стороны новостного фона, естественно, который проплачивается, тут тем же крупным капиталом, если вы вдруг не знали, и не приходило у вас таких мыслей, и вы, соответственно, не шарите, не разбираетесь в психологии, поведении людей в жизни, и вообще на рынке криптовалют, как действуют хомяки, как действует крупный капитал, и как это все, как раскачивают вас по эмоциям, еще один важный пункт, вы не хотите, именно не хотите, они не можете разобраться в теме рынка криптовалют, в понимании рынка, в психологии, поведении крупного капитала хомяков, на этом самом рынке, вот, получилось, короче, 5 или даже 6 пунктов, хотя я планировал дать лишь один, поэтому ставьте лайки, пишите в комментах, зашла такая тематика, либо нет, ну и, соответственно, я буду, еще сегодня выйдет 2 ролика, и буду дальше снимать такие видеоролики, если они будут заходить, и будет большая активность под ними, поэтому пишите в комментах, какие у вас мысли, какие пункты вы бы добавили в этот список, и спасибо за внимание, всем удачи и всем пока. Проект, где вашими средствами будут управлять опытные трейдеры, делясь с вами прибылью, это alexol.com, ссылка на проект в описании под роликом.